Во дворце искусств вместо сирены звучат фанфары. 19-й турнир спасателей на кубок председателя Бобруйского горосполкома объявляется открытым. На сцене фееричное шоу от сотрудников МЧС и творческих коллективов города. В соревнованиях по волейболу, мини-футболу и пожарному спорту участвуют 12 команд из Белоруссии и России. Впервые огнеборцы из Калининграда. Здесь же гости из Нарафа-Минска. Это базовая подготовка профессионалов, профессионалов-спасателей. И, безусловно, здесь ребята в Бобруйске на этом турнире показывают свое мастерство. Мастерство как профессиональное, так и спортивное. Обязательный пункт программы – награждение. Почетные грамоты, благодарности, юбилейные медали за достойный и добросовестный труд. В зрительном зале лучшие сотрудники МЧС. Их фирменное отличие – беспримерное мужество, высокое мастерство, ежедневный риск и настоящая доблесть. И в будни, и в свой профессиональный праздник. Они на боевом посту. Уважаемые коллеги, ветераны службы, искренне, от всей души хочу поздравить профессиональным праздником, Днём спасателя. Пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, успешной работы, чтобы всегда семьи дома ждали своих спасателей, чтобы в работе получалось, а в нашем доме, в нашей стране всегда был мир и спокойствие. Первый этап турнира – волейбол. Спасатели меняют привычную форму на спортивную. Игры проходят сразу на трех площадках – СК «Гелиус», «Спартак» и «Славянка». Соревнования – отличная возможность встретиться с коллегами из разных городов. Среди участников представители Гродно, Бреста, Новополоцка, Речицы, Минска и, конечно, Бобруйска. У нас от Бобруйска выступают две команды уже на протяжении многих лет. Лично для меня это уже, по-моему, 14 турнир, из 19 я выступаю. Ну, как бы всегда удавалось побеждать. И в этом году я надеюсь, что мы не подведем и кубок останется на Бобруйской земле. Борьба за кубок председателя Бобруйского гурсполкома продолжается. В пятницу командам предстоит подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Это, пожалуй, самый зрелищный этап турнира. В субботу в программе мини-футбол и подведение итогов. В прошлом году заветную победу одержали наши спасатели.